Ну вот двоюродный брат, например, может жениться на своей двоюродной сестре. В шариате нет никаких проблем, ограничений в этом нет. И ты можешь жениться на своей двоюродной сестре по шариату. Но! Война, написали Антон А. Здравствуйте, Тумсо. Очень было интересно услышать от вас, как от чеченца, как пришел к власти Кадыров Ахмат и потом Рамзан. Понятно, что большинство информации об этом в СМИ бред. Явно там все. Так, было у нас сообщение. Камиль 05 писал. Ассалам алейкум, брат. Недавно смотрел репортаж на дожде. Рамзан Кадыров победил разводы всех, кто развелись, их снова сводили. Ты слышал эту историю? И как это возможно, если по исламу, если развелись, то снова жену нельзя брать, пока жена не вышла за другого? Ассалам алейкум, Ассалам, Камиль 05. Я видел тот репортаж, о котором ты говоришь. Что он там победил, я, конечно, не знаю. Это уже другая тема. Ничего он там не побеждал. А что касается, что ты говоришь, что нельзя якобы сводить. Когда в шариате, если муж дал жене тройной развод, то есть он три раза с ней развелся. Сначала развелся с ней, затем ее вернул. Затем обратно с ней развелся, обратно потом вернул. И затем еще раз с ней развелся и потом снова ее вернул. Вот в этом случае, после третьего развода, он уже не может ее обратно вернуть, без того, чтобы она не вышла замуж за кого-то. Должен быть полноценный брак. Не просто там какой-то формальность. Это должен быть полноценный брак. То есть она должна выйти за кого-то полноценно замуж. А так, если один раз человек разрушает, то, конечно, его не возвращают. Хотелось бы все-таки разъяснить для некоторых людей. Зарина Ветер писала. Вот этот пример просто убил. Что тут такого? Самодостаточный человек и покормит, и помоет, и памперс поменяет. Это плюс в мужчине. Этим его мужество, его честь никак не осрамляется. Что за тупой пример? Нормальный мужчина иногда может себе такое позволить. Потому что это не стыдно, это не позор. Я в шоке. Ты лучше так не выражайся. Сесть сзади с ребёнком иногда бывают случаи или по настроению. Это что сделать? Это что сделать? Делаете детей, а присмотреть это для вас такой позор? Это позор тем, кто так думает. Я тоже мусульманка, но у нас в Даге не заморачиваются, что кто подумает, особенно через какое-то количество лет. У вас реально пещерные обычаи, без обид. Для меня дик. В общем, в таком формате она много чего написала. Я хотел просто разъяснить для некоторых людей, которые так реагируют. Вы должны понимать, что когда мы говорим, что у чеченцев такой менталитет, мы не обвиняем людей других, у которых нет такого менталитета. Вы должны к этому относиться как-то более мягче, что ли, терпимее, толерантнее. Такой чеченский менталитет. Это только внутричеченская такая ментальность, понимаете. Это только вот у чеченцев такое. И вообще у Айнахова, у ингушей и чеченцев. Это не значит, что другие народы тоже должны так себя вести. Или если у них такого нет, то мы должны как-то на это негативно смотреть. Научитесь как-то проще это понимать. В том-то и дело, что это именно менталитет, потому что это присуще только конкретному народу. И вот у нас так. И мы не говорим, что это, если, например, у народов Дагестана или у других народов это не так, если у них без проблем может отец сесть сзади, допустим, покормить ребенка, а жена будет сидеть в это же время за рулем. Мы это не осуждаем, в этом нет проблем. Просто я привел этот пример, показать, что у чеченцев есть такой менталитет. Вообще я этот пример привел, чтобы дать понять людям, что такое менталитет. Ни в коем случае это не было осуждением, и вы не должны, и никакого права не имеете осуждать нас за то, что мы практикуем какую-то свою ментальность. В этом нет никаких проблем. Ведь это не противоречие шариату, понимаете. Ведь шариат не обязывает мужчину кормить ребенка, посадив за руль женщину. Понимаете, шариат это не обязывает. Вы скажете, что шариат это не запрещает. А мы скажем, да, шариат это не запрещает. Но дело в том, что тут уже работает принцип пользы и вреда. Когда, если, например, мы пойдем на это, сказав, что шариат это не запрещает, поэтому я буду это делать, ты нанесешь вред. Понимаешь, ты сделаешь то, что тебе шариат не запретил, ты пойдешь на это, да, ты вот посадишь. Но потом о тебе будут плохо говорить, это как-то вызовет некую фитну, понимаешь? Поэтому вот такие вещи лучше оставить. Если в них нет, если это не обязанность, и она приводит какой-то фитни в своем народе, то ее лучше оставить. Примером этому же является, допустим, свадьба между двоюродными братьями. Двоюродный брат, например, может жениться на своей двоюродной сестре. В шариате нет никаких проблем, ограничений в этом нет. И ты можешь жениться на своей двоюродной сестре по шариату. Но в войнахском обществе войнахский менталитет это не прощает. Если ты это сделаешь, сославшись на то, что шариат это позволяет, то ты вызовешь такое количество гнева. У тебя внутри будет такая фитна, которая боком выйдет тебе, твоим родственникам, всему твоему оставшемуся поколению. То есть в этом будет проблема. Поэтому эту вещь, хоть она и дозволена шариатам, ее лучше оставить, чтобы не привела она к большей фитне, к большей проблеме. Понимаете? Тут работает такое правило, что если что-то, даже в своей основе это дозволено, но в результате этого произойдет большее зло, то это оставляется. Такова ментальность. И мы, например, ни в коем случае не осуждаем другие народы, у которых практикуются свадьбы между двоюродными братьями, братами-сестрой. Ни в коем случае не осуждаем. Это дозволил Аллах, и они имеют на это право. Но у нас, в нашем обществе войнавском, это не практикуется. Более того, очень фатально на это реагируют люди. Ой, то есть наоборот, если один раз развелся, то жену может вернуть. В этом нет проблем. Лучше не практиковать. Антон А. Написал. Здравствуйте, Тумсо. Очень было интересно услышать от вас, как от чеченца, как пришел к власти Кадыров Ахмат и потом Рамзан. Понятно, что большинство информации об этом в СМИ бред. Явно там все очень нечисто. За безграничную власть чаще всего приходится страшную цену, расплачиваясь своей совестью, своими близкими. Просто интересно, как вроде нормальный кавказец вдруг начинает присмыкаться перед тем, кто убивает твой народ, твоих близких, твоих друзей и весь твой мир. И потом, поборов собственное достоинство и свою честь, вдруг начинать называть убийцу близких своим отцом, себя и его пехотинцем. Здравствуй, Антон. Как это произошло? Кадыров старший был муфтием Чеченской республики Ичкерия до определенного момента. Не помню сейчас какой год. В какой-то год происходит внутри нашего общества происходит такой конфликт, который, конечно, был изначально заложен, подогрет, поддержан российскими спецслужбами, но это вызывает раскол внутри чеченского общества. И расколов общества, его легче им управлять. И вот так происходит, что Ахмат Кадыров уходит в оппозицию действующей власти. И где-то в 99-м году уже Россия начинает поддерживать тех людей, которые пошли в оппозицию действующей власти. И каким-то образом налаживается связь между Кадыровым старшим с российской властью, Ямадаевыми с российской властью. Там еще были некоторые лица. И тогда, в 99-м году, в общем, Ахмат Кадыров идет на сговор с представителями российской власти. И предает Чеченскую республику Ичкерию. И вот, когда Россия вторгается в нашу страну, начинает вести боевые действия, Ахмат Кадыров тогда уже на стороне Ахмат Кадыров и Ямадаевы, и Гантамиров, они все на стороне российских оккупантов ведут борьбу против чеченского государства. Затем, в 2000-м, по-моему, году, Россия делает ставку на Кадырова-старшего, назначив его главой администрации, главой премиальной администрации. Там что-то такое они создают, делают там в Удар-Месси некий штаб, создают что-то типа правительства, но это под эгидой администрации Чеченской республики. И очевидно, что оценив вот этих вот всех товарищей, Гантемирова, Ямадаевых, Кадырова, Россия решает, что управлять Кадыровым им будет легче. Они делают на него ставку. Он становится как бы главным представителем российской власти, наместником российской власти на территории Чеченской республики. Затем, в 2003-м или 2004-м, когда у нас там проходят выборы, ну типа выборы, он становится президентом якобы Чеченской республики, уже оккупированной. Потом что-то идет не так, не знаю почему, но Россия принимает решение его устранить. Путин принимает решение, что его нужно устранить. Его сажают на мину на территории этого стадиона Динамо в Грозном. Сажают на мину, его взрывают, убивают. И затем делают сразу же как бы преемственность власти. Власть передают по факту его сыну. Но такой небольшой переходный такой период бывает, когда они формально делают президентом Алханова Аллу. Аллу Алханова тогда у нас был министром внутреннего дела, по-моему. Его делают номинально президентом, но власть уже тогда практически вся, за исключением отдельных каких-то группировок, принадлежит уже Кадырову. И за тот промежуток времени, по-моему, это было три года, до 2007 года Кадыров тогда занимает должность, по-моему, вице-премьера, затем премьера. За этот период Кадыров при помощи российских спецслужб Кадыров подчиняет себе и те группировки, которые ему не подчинялись. Либо уничтожив их руководителей, либо как-то договорившись с ними. В общем, он убивает Байсарова и какую-то часть тех, которые были в 15-м Алсахозе, у нас была бригада, которая не подчинялась Кадырову. Он убивает их руководителя, какую-то часть переманивает к себе, другую расформировывает. Он убивает Ямадаевых, сначала Руслана, депутата Госдумы, потом Сулима, который был командиром Баталёна Восток. Часть Востока переходит на службу Кадырову, часть расформировывается. Также он устраняет другого. Был такой у нас Саид Магомед Какиев, командир батальона Запад. Его он просто устраняет. Его эта бригада тоже расформировывается, какая-то часть переходит. В общем, он уничтожает полностью всех тех, которые были ему неподвластны. И после этого всецелла власть начинает принадлежать одному Кадырову. В 2007 году он становится типа президентом Чеченской Республики, оккупированной. Затем в каком-то году он упраздняет должность президента, и он становится главой Чеченской Республики. И вот по сегодняшний день, имитируя там какие-то выборы, какие-то процессы, он удерживает власть. все структуры, все отрасли власти единолично себе одному. Он назначает министров, он назначает, вплоть до директоров школ, назначает он. Лав врачей. Вот полностью вся власть в Чечне завязана вот на этом человеке, на одном. Он держит этих людей, как мафии разные. Специально он знает, что они друг друга ненавидят. И он специально поддерживает эту вражду между ними. С помощью этой вражды он получает информацию, одни стучат на тех, эти стучат на тех. Он управляет ими с помощью вот этой вот вражды, которая между ними существует. Он воплощает, знаете, такую вот, такую модель власти, которая была в Османской империи, когда все друг друга ненавидели, но все зависели от одного вот этого османского халифа, который, и чтобы вот устранить своих оппонентов, они подставляли их перед этим халифом. Вот он точно такую же модель выстроил. Они все друг друга ненавидят, но делают это, что они души друг другу нечают. Перед другом они подставляют, они все друг друга грызут. Это просто не передать, когда ты его... Я когда вот меня похитили, они... И я с этим Исламом Кадыровым ехал в машине, он вез меня там к себе в этот правительственный комплекс. Он с такой надменностью, с такой ненавистью, он отзывался, допустим, о том же Абтиа Лаудинове, начальнике полиции Грозного, заместитель министра МВД Чеченской республики. И вообще о любом, о котором я говорю, он говорил с такой надменностью, с ненавистью. Это прям прослеживается, понимаете? Они друг друга ненавидят. Как только там что-то у них, воевозможность появляется, кого-то съесть, они его съедают. Ислам Кадыров так и был съеден. Когда у него положение пошатнулось, и вот он споткнулся, они просто его добили, они не дали ему подняться. Субтитры создавал DimaTorzok